Итак, все семена просохли и пришло время разложить их по емкостям. Что я использую для хранения семян? На самом деле очень большое разнообразие упаковки может быть. Например, вот здесь у меня есть упаковка из-под витаминов. Хороша тем, что в крышечке находится силикогель, который нормализует влажность в упаковке. Вот такие пробирки для анализов могут быть использованы. Это могут быть пластиковые контейнеры из-под бахил, упаковка из-под витаминов или таблеток каких-нибудь. Очень-очень хорошо используется упаковка из-под тик-така и подобного ему драже различного. Упаковка из-под киндер-сюрпризов. Вот такой пластиковый контейнер у меня есть из-под гуаши, предварительно помытый, конечно. Очень хорошо использовать вот такие маленькие пластиковые пакетики. Это, пожалуй, фавориты для мелких семян. Если семян очень много или они крупные, то прекрасно можно использовать различные пластиковые емкости, да, большого размера, из-под продуктов и так далее. Вот как в этом случае, да, или специальные емкости, контейнеры пластиковые для пищевых продуктов. Самое простое, конечно, это использование стеклянной банки. Но стекло, оно бьющееся, и это его недостаток. Что лучше и для чего? Ну вот, пластиковые пакетики маленькие, они занимают меньше всего места при хранении. Вот, поэтому я их предпочитаю, потому что вся эта посуда, это объем. Соответственно, коробка для хранения семян должна быть более объемной, будет занимать больше места в вашем шкафу. А пакетики маленькие, компактные и легко, вдобавок ко всему, их можно как-то сжать, давить. Вот, и намного больше положить на объем пространства семян. Но, есть одно большое но при использовании этих пакетиков. Нужно обязательно следить за тем, чтобы семена были очень-очень тщательно просушены. Иначе у вас будет вот такая вот ситуация. Я вот специально положила непросушенные семена арбуза и тыквы в такой пакетик. Ну, они были подсушены, но, как видите, недостаточно хорошо. И все они покрылись плесенью. Вот. Потому что эти пакетики, они герметичны. Соответственно, плесень при наличии влажности прекрасно себя чувствует внутри такого пакетика. В бумажном пакетике такое не произойдет, потому что там гораздо лучше вентиляция. Но в бумажном пакетике до семян могут добраться различные насекомые, которые не дремлют. Особенно в старых квартирах очень часто происходит заражение семян или круп различными такими вот грызущими насекомыми. Ну, так вот, мои семена просохли и пришла пора разложить их окончательно по разным емкостям и отправить на длительное хранение до весны. У пластиковых пакетов есть еще одно замечательное свойство. Они прозрачные и поэтому сразу видно, какие семена хранятся. В обязательном порядке подписывайте ваши пакетики, коробочки с семенами. Ставьте хотя бы год сбора, потому что эта информация очень быстро забывается. И в большом объеме семян буквально через год, а уж тем более через два, совершенно не помнится ни что это за семена. Ну, если, конечно, вы их не узнаете просто по внешнему виду, и они какие-то простые, несортовые. Ни в каком году эти семена были собраны. Ну, а, конечно, информация о времени сбора, она очень важна. Это влияет на всхожесть с семян. Если перевязать пакеты с семенами резинкой, то их очень удобно хранить где угодно. Я, например, сложила их в коробку, в корзинку, и теперь поставлю просто в шкаф. Там они у меня будут храниться. Видите, да? Объем, занимаемый семенами, здесь вот сколько семян различных, занимает одну третью часть корзинки. И в различных таких жестких емкостях семена занимает две третьих части. Но количество видов растений гораздо меньше при этом. Хотя по объему семян, наверное, будет одинаково. Я вам желаю удачи в сборе семян, затем в выращивании из них растений на ваших участках. Надеюсь, что мое видео было вам полезно. Если вам понравилась эта информация, то жмите класс, пишите комментарии. Мне всегда их очень интересно читать, отвечать. Для меня это форма обратной связи с вами. Вот, оставайтесь со мной на моем канале, читайте мой блог. И вы можете увидеть на следующий год, что у меня получится вырастить из всех этих семян. Всего вам хорошего и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok